Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет плов. Огромная просто тарелка плова. Не знаю, смогу ли я все это съесть или нет. Ах, как это пахнет! Также, кстати, приготовила водичку холодную, обожаю просто. Это плов с бараниной, также здесь есть сухофрукты. Если честно, я не очень прям голодная, не знаю, сумею ли я все это съесть или нет, но постараюсь. Очень вкусно! Недавно мне в инстаграме девочка задала вопрос, что мой парень категорически против того, чтобы я училась в универе. Что делать? Что посоветую, Айка? Вообще, мне кажется, это такая тема по Азербайджанию очень актуальная. То есть, очень часто бывает такое, что парень против и так далее. Во-первых, нормальный парень никогда вам не скажет, что не учить. Он, наоборот, будет за твое развитие. На мой взгляд, опять же. Когда я шла на занятия, у меня была подруга, у нее была старшая сестра. Они с парнем встречались, наверное, лет пять, где-то с пятого класса. То расставались, то сходились. Знаете, у них такая была Санта-Барбара. Когда она уже была в одиннадцатом классе, она хотела поступить в экономический университет. У нее была такая мечта. И он поставил ей условия. Он сказал, либо я, либо университет. Все это было связано просто с тем, что он очень сильно ревновал. Боялся, что в универе она увидит других парней и бросит его. И он предпочел поставить ультиматум. На что она повелась. Три месяца пошла на занятия. После трех месяцев решила все это бросить. Так год прошел. И на следующий год она поняла, что нет, она все-таки хочет поступать. Потому что поведение парня ее не удовлетворяло. То есть она пошла ему на уступку, не стала поступать в универ. Но он все равно делал какие-то вещи, которые ее обижают. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. И на следующий год опять та же самая история. Она начала ходить на занятия. Он начал устраивать истерики, скандалы. Потом она сделала так. Потом она сделала так. Она поставила перед ним ультиматум. Она сказала, что если хочешь уйти, если ты из-за этого готов со мной расстаться, то пожалуйста. И где-то две недели они не разговаривали. Она ходила, плакала. На занятиях не могла сосредоточиться. Все скучала по нему. Ой, вот я его потеряю. Так и так далее. В общем целая комедия была. Потом она решила ему позвонить. И он сказал, что мои условия не поменялись. То есть, либо ты выходишь с занятий, либо мы с тобой расстаемся. На что она и в этот год решила отказаться от всех репетиторов. Родители просто были в шоке. То есть, в злости родителей не было предела, потому что родители платят за эти занятия. Она три месяца ходит. А потом говорит, что нет, я никуда не пойду. В общем, прошло еще где-то 3-4 года. Ей уже было где-то 22. И у нас по обычаям сначала происходит обручение. Потом бывает свадьба. У них должно было быть обручение. И они пошли выбирать кольцо. Причем кольцо пошел выбирать еще и отец парня. Так получилось, что ей не купили то кольцо, которое она хочет. Она немножко обиделась на это. Потом прошло еще чуть-чуть время. И они там поругались с парнями за каких-то моментов. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. И в конце концов так получилось, что ей 23 года. И уже как-то поступать с одной стороны уже поздновато. Если бы она поступила вовремя, то она бы уже заканчивала универ. И с парнем тоже она рассталась. То есть, получается, она отказалась от своей мечты, а он отказался от нее. Потому что любящий человек никогда не уйдет. Пусть даже у вас будут ссоры, пусть даже вы где-то не ладите. Да, после 23 тоже можно было пойти в универ и начать учиться и так далее. Но как-то это убило в ней какое-то желание учиться. Я ее знаю до сегодняшнего дня. У нее нет никакого желания идти куда-то учиться и так далее. Как-то отбили у нее в свое время это желание. Получается, и парню тоже она как бы потеряла. Осталась совершенно одна. Лучше бы она его потеряла тогда, когда поступала в универ. Плюс, знаете, занятия тоже стоят денег. Это не как в России. У нас немножко по-другому система. То есть, если ты поступаешь в универ, тебе нужны репетиторы. Обязательно без репетиторов поступить в Азербайджане в универ. Это что-то из ряда фантастики. Я, например, ходила два года по пяти предметам. Даже нет, по шести я еще ходила на азербайджанский язык. У нас был мальчик в классе, который, можно сказать, золотой медалью. Закончил школу. Ну, кстати, русский был. Ну, по большей части, зубрил все. Так вот, мы ходили к репетиторам. Набрали больше баллов, чем он просто сидя дома. Сам изучал все. Так к чему я это говорю? Сестре моей подруге. То есть, ей необходима еще и поддержка родителей, чтобы начать поступать в универ. А родители уже ни в какую не согласны. То есть, родители говорят, что два раза мы вложили в тебя деньги, и ты нас подвела. Третий раз мы уже не хотим. Да, она сама тоже уже, знаете, она уже смотрит, ее ровесники уже где-то работают. Одноклассники уже все закончили. То есть, в связи с этой историей, вообще, любая история в нашей жизни дает нам какой-либо урок. Пусть даже не на своем примере. То есть, есть такая пословица. Умные люди учатся на чужих ошибках, дураки на своих. То есть, со стороны мы видим ситуацию и понимаем, что оно того не стоило. Нормальный парень, который действительно вас любит из-за своей ревности, не будет запрещать вам учиться. Я знаю пару, которая в школе вместе училась. Потом они учились в разных универах, но они все равно были вместе. И сейчас они женаты, счастливы. Они лет, наверное, 9 где-то встречались. То есть, это не помеха. Если ты доверяешь человеку, почему бы не отпустить? Выбор, конечно, за тобой. То есть, тебе решать. Слушать кого-то или делать то, что тебе говорит твое сердце. Но для меня, на самом деле, самое главное в жизни – это саморазвитие. Я жалею о том, что в свое время не начала изучать, например, английский язык. У меня была такая возможность. Я училась в частном вузе и поступить на английский сектор. Я училась на русском языке. А очень зря. Когда я поступала, мне мама сказала, что тебе хватает баллов и на английский сектор поступи и учись на английском. Я подумала, нет, я совершенно не знаю, как я буду сдавать экзамены. Мама сказала, что поначалу будет трудно, потом научишься. В некоторых университетах у нас есть фундейшн, то есть, когда ты поступаешь в английский сектор, год ты просто учишь английский. И учишься не 4 года, а 5 лет. У нас в нашем вузе такой темы не было. Вот. Я испугалась как-то. А сейчас я, например, жалею. Потому что была девочка, которая тоже, знаете, ноль была по-английскому, поступила в английский сектор. Ее сажали со всеми группами на английский язык. И сейчас она очень хорошо говорит. Какой же вкусный плов. Я думала, это будет много для меня. Видите, нет, я уже привыкла, много есть. Поэтому, когда перед вами сейчас стоит выбор, учиться или нет, конечно же, учиться. Да, неохота, я тоже помню эти времена. Да. В этот период в голове вообще другие мысли. У меня была одноклассница, мы с ней ходили на занятия вместе. Я не могу сказать, что я прям все так супер учила, а она нет. Ну, просто она всегда у меня переписывала ответы. То есть, какой в этом был смысл, если мы ходим к репетиторам, чтобы поступить в университет? Это же не школа переписать для того, чтобы получить оценку. Она говорила, нет, я все равно поступлю. Короче, у нас были пробные экзамены, вступительные. Всегда они бывают, в год где-то три раза. Перед вступительными экзаменами ты можешь проверить свои знания. И, в общем, она ходила на эти экзамены и тоже набирала крутые баллы. Я была в шоке, как ты это делаешь. А потом наша общая знакомая мне сказала, что она сидела в одной аудитории с этой девочкой и увидела, как она и на пробных экзаменах переписывала одного мальчика. То есть, какой в этом был смысл? Просто нелогично. Если ты переписываешь, ты могла бы нам сказать, что да, я переписываю. Что здесь такого? А она клялась, пошила, что нет, я не переписываю. То есть, мы сидим у учительницы, она ничего не знает. Да, вот ноль, да, абсолютно. Плюс на следующий день приходит и быстренько просит сфоткать ей все ответы и кинуть. И она быстро пишет это в тетрадь. Следовательно, дома тоже она ничего не делает. И потом, опа, на экзамене, пусть даже и пробаном, набирает крупные баллы. И мы такие в шоке сидим. И в конце она не поступила. Я не могу сказать, что я рада. Мне, наоборот, ее сейчас очень жалко. А сейчас она работает продавщицей в магазине, не в продуктовом магазине одежды. Вот, я смотрю на нее со стороны и понимаю, что она тогда сделала какую-то ошибку. И вследствие которой сейчас не может найти, например, хорошую работу. Да, конечно, есть люди и с высшим образованием. Тоже работают где-то в магазине, на рынке и так далее. Но мой вам совет. Если меня смотрят девочки, мальчики, которые сейчас в 10-11 классе, когда уже нужно делать свой выбор, возьмите всю свою силу в кулак. Гулянки, все это можно и после поступления. И поступите. Лучше вообще на бесплатное. То есть потом эти годы не вернуть. Как бы вы не хотели, потом через 5-6 лет, вы не сможете справить эту ошибку. Я вот, например, поступила на платное отделение. Но по идее могла бы и на бесплатное. Часто дети, которые вместе со мной ходили к учителям, начинали обвинять учителей. Вот, она мне объясняла совсем другое, на экзамене попалось совсем другое. А я могу сказать так. Я считаю, что виновата именно я. Потому что если в группе мы сидим, и мальчик, который сидит вместе со мной, напротив меня, набирает, не знаю, максимальный балл, а я набираю, например, средний, это уже чисто моя проблема. А не проблема учителя. Легче всего обвинить учителя. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Айка Эмили. Всем пока!